Девушки отдыхают 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 Я собираюсь предпринять собственные поиски священного Грааля, чтобы разобраться в этой загадке и ответить на некоторые ключевые вопросы этой книги Девушки отдыхают 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 замки, искусственные руины и даже странные пещерные гроты на своих холмах. Затем его сосед, антиквар по имени Томас Райт, наполнил это место древними символами и статуями. Парк стал очень популярным, но никому и в голову не приходило, что именно здесь может быть спрятан священный Грааль. Затем в 1920 году произошло нечто странное. Рабочие получили приказ переместить четыре статуи, располагавшиеся в гроте, в эту пещеру. Статуи были очень тяжелые и неудобные. Одна из них упала и разбилась в древесг. Среди обломков оказалась маленькая каменная чаша, которая, судя по всему, была спрятана внутри. Однако она ничем не была примечательна, так что никому в голову не пришло ей заинтересоваться. Она затерялась в доме среди массы других старинных безделушек, но 10 лет назад здесь оказался некий исследователь, который признал в ней священный Грааль. Исследователя звали Грэм Филлипс. Он работал над книгой, посвященной королю Артуру, и просматривая статьи, относящиеся к его времени, он обнаружил документ, говоривший о том, что Райт спрятал священный Грааль в парке. Проанализировав данные, оставленные Райтом, Филлипс обнаружил то, что стало называться Хокстонским Граалем. Так это и есть священный Грааль? Мне это напоминает чашечку для яйца или горчицы, но когда я отнес ее в Британский музей, они немедленно признали в ней римскую чашу для благовоний и датировали ее первым веком. Она такая маленькая. Да, я думаю, что она использовалась для специй благовоний или мира. И снова это совпадает с библейским повествованием о том, что Мария пришла к гробнице Иисуса, чтобы помазать его тело благовониями. Так вы не считаете, что это была та самая чаша, которая использовалась на Тайный вечер? Нет, речь идет о совершенно другой легенде о Граале, которая говорит о том, что Мария собрала несколько капель крови Иисуса, встретившись с ним в саду возле святой гробницы. Эта история стала легендой о Граале примерно в одно время с возникновением истории о чаши и предчастии. Возможно, эту чашу использовала Мария Магдалина. Но некоторые скептически настроенные ученые утверждают, что вы все это выдумали. Я ничего не выдумал. Возможно, это сделал Томас Райетт. Он мог придумать, что эта чаша находилась в его семье многие годы. Но опять-таки, если бы он был обманщиком и хотел доказать, что владает священным Граалем, я думаю, что он создал бы нечто значительно более изысканное, а не просто каменный сосуд. А кроме того, этот предмет относится к нужному месту и времени. Настало время позвонить другу. Я не могу продолжать свои поиски священного Грааля без помощи экспертов. Правда ведь? Хокстон был построен в 18-м столетии. Там много искусственных руин и небольших зданий. Это воплощение очень легкомысленного отношения к природе и архитектуре. Однако проблема возникает тогда, когда мы начинаем принимать все это слишком буквально и серьезно. К сожалению, большинство историй о Граале возникло как раз из-за того, что некоторые люди очень серьезно относились к средневековым шуткам или символизму. Грэм абсолютно убежден, что это и есть Грааль, вдохновивший столько легенд. Но я так не думаю. Начать надо с того, что я ничего не чувствую, когда держу его в руках. Ничего не екает. Тишина. Кроме этого, конечно. Может быть, я просто не достоин Грааля, но, откровенно говоря, я думаю, что все наоборот. Что, действительно, эта чаша стала предметом поисков тысяч людей? Сомневаюсь. Надо поискать что-то более впечатляющее, правда? Вот это место выглядит значительно более многообещающим. Это Валенсия в Южной Испании. Церковь. Нет, даже собор. Внутри этого здания хранится святыня, называемая Санта-Калис. Святой кубок. Церковь относится к ней очень серьезно. Она была признана Папой как важная святыня. Но действительно ли это священный Грааль? Часть ее вполне похожа на мое представление о нем, хотя верх чаши довольно скучного коричневого цвета. Наука говорит нам, что эта чаша была создана во времена Христа в его земле. Поэтому на основании археологических и исторических доказательств мы можем утверждать, что священный Грааль, объект столь многих поисков и историй, находится здесь, в Валенсии. Однако здесь возникает проблема. Ученые не могут датировать чашу, потому что она каменная. Эксперты говорят, что ее форма относится к третьему веку, то есть через 200 с лишним лет после Рождества Христова. В действительности именно подставка придает ей такой шарм, и, возможно, именно из-за нее чашу признали христианской святыней. Но, к сожалению, подставка создана арабами в XI веке. Ни та, ни другая. Это становится закономерностью. Фактически ни одна легенда, утверждающая, что Грааль эта чаша не принимается специалистами в качестве исторически достоверной. И причина этому не то, что никто не смог найти ее до этого момента. Правда заключается в том, что Грааль никогда не существовал. Кто-то придумал его через тысячу лет после Тайной вечер. Но кто? И почему так много людей считает, что это истина? Ответ можно найти здесь, во Франции. Это лес местечки Бразильон в Британии. В конце XI века французский писатель Кретиен де Труа использовал это удивительное место в качестве фона, на котором разворачивалось повествование первого истории романа. Он назывался «История Грааля». В романе происходит следующее. Персеваль, один из рыцарей Круглого Стола, оказывается в таинственном замке, где он становится свидетелем необычной процессии. Некий человек несет копье, обогренное кровью, а в руках прекрасной девушки он видит золотое блюдо, украшенное драгоценными камнями. Священный Грааль. Это первое письменное упоминание о Граале в мире. До Кретиена де Труа Грааль вообще не упоминался. Когда Персеваль просыпается на следующее утро, он понимает, что процессия исчезла бесследно. Тогда вместе с королем Артуром он организует поиски, целью которых становятся тайны священного Грааля. А затем... Но на этом история оканчивается. По той простой причине, что Кретиен умер, не успев написать продолжение. Так началось все общее увлечение Граалем, от начала до конца, основанное на том, что смерть Кретиена не дала возможности не только его рыцарю, но и его читателям узнать тайну Грааля. Таким образом, в умах читательской аудитории 12 века остается знак вопроса. Что это было? Что это за предмет? В течение последующих 50 лет писатели увлеклись этим вопросом. Этот так называемый Грааль становится одним из центров сюжетов романтических историй конца 12-го, начала 13-го века. Появилось невероятное количество продолжений первоначального романа. Другие люди брали этот сюжет, желая написать свою версию развития событий. Таким образом, за 30-40 лет появилось примерно 5 основных версий истории Грааля. Это поразительный взрыв интерес, особенно если принять во внимание темп средневековой жизни и развитие литературы. Эти романы стали очень популярными, то есть фактически они составили основу популярной литературы для аристократов того времени. В некотором смысле, романы о Граале эпохи короля Артура очень похожи на роман Ко да Винчи. Все они были успешными и популярными изданиями. Все они касаются поисков священного Грааля. И на мой взгляд, самое важное то, что они пытались убедить читателя, что то, о чем они повествуют, могло происходить на самом деле. Прежде всего, сам Грааль представлен реальным предметом. Если внимательно прочитать первый роман о Граале, становится очевидным, что, говоря о нем, Кретьен имел в виду именно чашу и блюда Тайны Вечеря. Он пытается представить их, как, возможно, сохранившиеся реликвии этого события. Многие средневековые авторы включали в свои повествования реально существующих героев и утверждали, что истории были рассказаны им очевидцами. Так что неудивительно, что люди начинали верить то, что священный Грааль, который искал король Артур со своими рыцарями на страницах романа Кретьена, существует в действительности. Важный момент в отношении Кретьена состоит в том, что он фактически создает Грааль. Он не мог получить эту идею откуда-либо еще, кроме собственного воображения. Я думаю, что одной из наших проблем становится то, что современные люди тоже подаются обаянию истории Грааля. Люди начинают наворачивать вокруг него теории заговора или утверждать, что рано или поздно его найдут. Но фактически они неверно толкуют историю. Они исследуют прошлое, находят некое произведение, относящееся к художественному жанру, и считают его исторически достоверным. Это все равно, что представить, что наши потомки, которые будут жить через тысячу лет, возьмут нашу литературу и сочтут, что там речь идет только о фактах. Тогда они решат, что все люди 20-го и 21-го столетия верили в существование Властелина Колец, что действительно существовало Средиземье и так далее. Вот что происходит, когда мы смотрим на литературу 12-13 веков и считаем, что тогда и в самом деле были рыцари круглого стола, короля Артура, искавшие настоящий священный Грааль. Так что Грааль — это действительно чаша. Но встречается она, к сожалению, лишь в средневековом романе. Она нереальна. Во всяком случае, так читали все, пока в середине 80-х годов прошлого века не произошло нечто необычное. В 1982 году была издана очень необычная книга, названная «Святая кровь» и «Священный Грааль». Утверждалось, что она основана на исторических фактах, хотя и была написана в жанре триллера. Она-то и изменила все. Каким же образом эта книга отвергала существовавшую на протяжении восьми веков веру в то, что Грааль был чашей, в которой была собрана кровь Христа, и предлагала нечто значительно более радикальное, а именно Грааль был тайной линией потомков Христа, который женился на Марии Магдалине. У них родился ребенок, и от церковь прятала этот секрет на протяжении двух тысяч лет. Если сюжет кажется вам знакомым, так оно и есть. Эта гипотеза легла и в основу кода «Да Винчи». Неудивительно, что новая теория привела к возникновению целой группы новых действующих лиц. Мария Магдалина, Орден христианских воинов, которые называли себя тамплиерами, таинственная организация Преорациона, а также группы французских еретиков, которых называли катарами. Ими я теперь и займусь. Может, они были хранителями священного Грааля? Согласно новой гипотезе, так оно и было. И прятали они его в этой крепости. Я направляюсь на юг Франции, где разворачивались основные события книги «Святая кровь» и «Священный Грааль». Здесь, в области между Испанской границей и Марселем, авторы книги обнаружили целый ряд исторических совпадений, которые, как казалось, указывали им на Грааль. Кажется, тут что-то происходило. Было много дыма, и я хотел выяснить, есть ли за этим дымом какой-нибудь настоящий огонь. Много тумана окружала реально существовавшую еретическую секту, названную катарами. Она действовала на юге страны, на заре Средневековья. Согласно местному преданию, именно катары спрятали «Священный Грааль» в горах Лангедока в Южной Франции. Кажется, это то самое место, правда? Мне говорили, что на стене этой пещеры есть какие-то изображения. А вот это уже на что-то похоже. Здесь определенно изображен меч, его можно видеть достаточно ясно. А здесь крест. Есть еще несколько крестов, спускающихся вот сюда. Вон там вверху, наверное, почти не видно. Изображено некое подобие копья. Вот здесь что-то большое квадратное. Может быть гроб или книга. Видите этот круглый предмет с шипами? Он похож на старинную морскую мину или каштан. Некоторые считают, что это и есть чаша. Это определенно образы из романов 12-13 веков. Тот самый выдуманный Грааль короля Артура. Но многие люди верят в то, что это знаки, оставленные катарами, что это некий код, говорящий о том, что настоящий Грааль, чем бы он ни был, надежно сокрыт у них. Грааль в книге «Святая кровь» и «Священный Грааль» вовсе не чаша. Авторы называют его родом Давида. Это тайное семейство Иисуса и Марии Магдалины. Книга утверждает, что катары не только знали этот секрет, но именно он и стал основой их ереси. Казалось, что им известна истина, или хотя бы часть истины об Иисусе как человеке. Некоторые из них слагали легенды о его отношениях с Магдалиной, а другие считали, что их потомки живут на юге Франции. Событие, ставшее основой этой и другие гипотез, связывавшей Грааль с катарами, произошло в 1244 году. Это произошло на исходе шестимесячной осады замка Монтсигюр в Пиренеях, которые в последний раз противостояли поддержанному церковью крестовому походу, который привел их к почти полному уничтожению. К марту того же года обоим сторонам стало ясно, что игра окончена. Нападавшие выдвинули своим жертвам последний ультиматум — сдаться и отречься от ереси, в случае чего их ожидали лишь незначительные наказания. В противном случае замок будет захвачен, а его защитники уничтожены. Катары выждали 14 дней. Они отпраздновали Пасху, а потом просто настиж открыли двери замка и вышли. Солдаты и сочувствующие отделались епитимьями, а все катарские священники или перфекты сожжены на кострах. Хотя, возможно, не все. Исторические записи говорят нам, что в ночь перед истечением срока ультиматума четверо префектов выскользнули из замка, спустились по холму, прошли через ряды неприятелей и спаслись. Вышли они не с пустыми руками. Именно их таинственный груз так привлекает охотников за Граалин. Конец второй части. Нет никаких указаний на то, что катары хранили некие секреты. Они не особенно скрывали свои убеждения, поэтому нет никаких оснований верить в то, что им были доступны некие тайны, касающиеся христианства в целом. Также нет никаких данных о том, что они являлись хранителями некоего физического объекта, будь то Грааль или что-либо другое. Говорят, что нет указаний на то, что катарам были доступны некие тайны. О каких тайнах вы говорите? Инквизиция приложила неимоверные усилия для того, чтобы стереть их с лица земли. Уже одно это говорит о том, что они располагали чем-то, от чего инквизиторы хотели избавиться. Возможно, это были знания о том, как непосредственно обращаться к Богу. Возможно, какие-то тайны, касающиеся Иисуса, может быть, и знания о роде Давида, потомки которого живут на юге Франции. Помните, что именно на этой территории катары были распространены более всего. Все же здесь я соглашаюсь с историками. Я ни на минуту не верю в то, что катары хранили нечто, связанное со священным Граалем. Но приверженцы гипотезы святого рода могут пережить этот удар, потому что, согласно книге «Святая кровь и священный Грааль», существовала еще одна средневековая организация, корни которой находились на территории, связанной с Граалем. Подобно катарам, орден тамплиеров всегда ассоциировался с обладанием некими сокровищами. Их обвинили в вересе и уничтожили церковники. Но может ли быть так, что они тоже нашли Грааль и стали его защищать? На связь тамплиеров с Граалем, в которую многие верят сегодня, впервые указала та же книга. Они были настоящим монашеским орденом, основанным вскоре после первого крестового похода для того, чтобы охранять паломников, путешествующих на Святую Землю. Располагались они в Иерусалиме. По крайней мере, эта часть истории о них является фактом. Вот эта местность называется Храмовой Горой, или Херима-Шариф, в зависимости от того, кого вы спросите. Здание с золотым куполом – это мечеть, построенная на окраине Храма Ирода, который, в свою очередь, был закончен примерно за 40 лет до Рождества Христова. И по мнению Дэна Брауна, автора в книге «Святая кровь» и «Священный Грааль», именно здесь, под этими развалинами, рыцари ордена тамплиеров раскрыли тайну Священного Грааля. Согласно обеим книгам, частью их миссии было сохранение секретов Грааля, который представлял собой собрание документов, зарытых в землю вскоре после распятия. Документы эти говорили о том, что у Иисуса и Марии Магдалины был ребенок. И авторы книг считают, что на протяжении девяти лет рыцари целеустремленно раскапывали храмовую скалу. Как вы думаете, что тамплиеры нашли в Иерусалиме? Я не имею ни малейшего представления о том, что они нашли, но найти они могли самые разные вещи. Например, медный свиток, являющийся частью кумранских манускриптов, содержит список хранилищ, расположенных вокруг храма и прилегающих территорий. Там были спрятаны документы, драгоценности, золото, храмовые утвы. Они могли найти все, что угодно из этого списка. Возможно, это были документы. Что бы это ни было, после сделанной имя находки, тамплиеры стали фантастически богатыми и могущественными, так говорят книги. Они приобрели огромные состояния по всей Европе и наслаждались покровительством самых разных королей. И это еще не все. Я убежден в том, что в недрах Ордена Тамплиеров зародилась ересь. Слишком много указаний на это в документах Инквизиции, чтобы отрицать этот факт. Возникает ощущение, что они относились к христианству совершенно иначе. На протяжении почти двух столетий, согласно этой теории, Тамплиерам удавалось хранить тайну о себе и своих секретах. Затем, в 1307 году, на Тамплиеров обрушился французский король Филипп IV, который стремился прибрать Орден к рукам. Это был идеально разработанный план. Филипп раздал секретные указания своим чиновникам по всей Франции, и 13 октября 1307 года они нанесли удар. Все Тамплиеры по всей Франции были арестованы и допрошены. Многие подверглись пыткам. В 1311 году Папа распустил Орден, и одна из наиболее могущественных организаций Средневековой Европы просто перестала существовать. Это привлекательная версия, которая нравится многим людям. И в одном она права. Орден действительно обвинили в ереси. И уничтожили. Но, по мнению историков, все остальное выдумка. Во-первых, Тамплиеры ничего не нашли под храмом. У нас нет никаких данных о раскопках, проведенных рыцарями в конюшнях Соломона на уровне, расположенном примерно в 47 метрах под поверхностью. Это слой династии Ирода. Только представьте себе, они должны были прокопать почти полсотни метров вглубь. Сомневаюсь, что им это удалось. Значит, если бы я был рыцарем-тамплиером, мне пришлось бы копать на расстоянии примерно равной высоте этой стены. Значительно глубже, значительно, примерно в два с половиной раза глубже. Это невероятно. И в тысячах документов того времени нет никаких указаний на какую-либо связь этих людей с Граалем или какими-либо другими секретами. Так что, настоящие рыцари-тамплиеры, выйдите вперед. Тамплиеры, рыцари Христа в храме Соломона. Именно так звучит их полное название. Это была группа воинов, которые основали военно-религиозное общество в Иерусалиме в 1120 году. Это бойцы в кольчугах, оказавшиеся в Иерусалиме под влиянием своего желания сделать что-то доброе для Бога. И самое доброе, что в их понимании можно было сделать, использовать мечи, чтобы защищать других христиан. Их денежное состояние тоже не представляет никакой загадки. Они получали пожертвования от паломников, отправлявшихся на восток. Конечно, это были состоятельные путешественники, способные на щедрые пожертвования. Так что тамплиеры получали многие тысячи фунтов от людей, принимавших участие в крестовых походах, и получивших от рыцарей помощь. Это гораздо лучше, чем отдавать деньги в местный монастырь, который лишь помолится за вас. Еще тамплиеры могут за вас помолиться, но могут сделать и кое-что не менее полезное. Фактически, их богатство и расположение на большой территории позволило тамплиерам оказывать самые разные услуги, безстранствующие знаки. Человек мог передать тамплиерам деньги в своей местности, после чего ему выдавалось гарантийное письмо после прибытия к цели путешественников Мордена. И получал наличные. Рыцари-тамплиеры изобрели международные денежные переводы. Это может быть необычно, но не зловеще. И уж точно никакой ереси. Ереси, в которых обвиняли тамплиеров, не были связаны и тайным знанием о потомках Христа, потому что лишь те из них, кто подвергался жестоким пыткам, признавались в отречении от него. А потом, по окончании гонения, многие из них заявляли о том, что признались в отречении лишь в ужасных муках. Кроме этих случаев, никто из тамплиеров не отрекался от веры во Христа. Напротив, они жаром отрицали, что могли совершить что-либо подобное. Более того, сам папа не нашел никаких веских доказательств ереси в ордене тамплиеров. Потому и отказался от обвинения в их адрес в 1314 году. Он направил всю силу своего гнева на инквизиторов, выбивавших признание. Но к тому времени, конечно, было слишком поздно, и начало поискам уже было положено. Я думаю, что тамплиеров начали связывать с Гралем по той причине, что их исчезновение в средние века всегда оставалось загадкой. Еще бы! Фантастический, могущественный монашеский орден уничтожается в одночасье. Когда происходит что-либо подобное, люди начинают искать ответы. Но чтобы найти ответы, не обязательно подкапываться под храмовую гору. Король Филипп IV хотел получить их деньги. Тамплиеры обладали огромными участками земли, а земля в тупоро означала деньги. Мне представляется, что причиной падения тамплиеров стало их богатство, а также то, что в какой-то момент они лишились определенной цели в жизни. Тогда появился некто, способный лучше использовать их средства. Это звучит достаточно убедительно для меня. Но теорию заговора уничтожить гораздо сложнее, чем группу монахов-воинов. Так что, несмотря на все свидетельства, теория Грааля тамплиеров все еще жива. Не в последнюю очередь и благодаря коду да Винчи, автор которого утверждает, что тамплиеры все же спрятали Грааль в этой прекрасной готической церкви в Шотландии. Некоторые люди до сих пор верят, что он здесь. Я прошел половину пути в поисках священного Грааля, пока удача не слишком сопутствовала мне. Охота за чашей привела меня на страницы средневекового романа. Кроме того, ни катары, ни тамплиеры не похожи на настоящих стражей тайны, какими их представляет Дэн Браун. Так куда же мне отправляться? Конечно, ни одни поиски Грааля не могут пройти мимо церкви Розалин в Шотландии. Согласно книге, а также множеству других теорий о Граале, что-то связанное с этой тайной, может быть, и сам Грааль спрятано здесь, в этой прекрасной шотландской церкви. Если это так, то я сейчас нахожусь ближе к Граалю, чем когда-либо. Может быть, он всего в пяти метрах от меня, потому что люди говорят, что его погребли где-то здесь. Ощущение такое, что это возможно. Охотников за Граалем влекла эта церковь, как яркий свет мотыльков. В основном это происходило благодаря необычным символам, которые многие считают кодом, зашифровавшим информацию о священном Граале. Основы этой версии состоят в следующем. Отгадайте, кто основные действующие лица? Все те же рыцари и тамплиеры. Некоторые из них избежали смерти в результате заговора Филиппа IV и перенесли Грааль в Шотландию. Попав сюда, они оказались связаны с шотландскими франкомасонами. Фактически, они могли основать этот орден, после чего передали Грааль им для надежного хранения. Масоны построили эту церковь, закодировав свои секреты в архитектуре. Кто построил это здание? Уильям Синклер. Оно построено в 1440 году. На строительство могло уйти около 50 лет. Розалин оказалась в центре самых разных теорий о Граале. Некоторые утверждают, что он спрятан под колонной. Колонной подмастерия в свинцовом ящике. Другие считают, что Грааль на самом деле это голова Христа, которую тамплиеры погребли здесь. А в книге Кот да Винчи утверждается, что Грааль оказался здесь на временном хранении, после того, как орден тамплиеров был распущен. Но некоторые люди, в том числе и потомок-основатели этой церкви, считают, что Грааль до сих пор здесь. Моя фамилия Синклер. Это церковь моей семьи, которая стала, наверное, наиболее таинственным местом во всей Северной Европе. Синклер убежден, что его предыграф Синклер был связан с тайной Грааля. И он спрятал его в церкви, которую сам испроектировал. Поэтажный план церкви напоминает тот храм, в котором тамплиеры по преданию нашли святыню. Несомненно, церковь Розалин была построена как церковь Грааля. Но пока у Синклера не было доказательств. Затем, в 90-х годах прошлого столетия, в масонской ложе Воркни он сделал поразительное открытие. Это настенный свиток Кирка. Он очень необычный. Его длина около 6 метров, ширина около 2. Это, кажется, самый большой средневековый свиток в Европе. В центре этого документа расположен план храма Соломона, который состоял из двух помещений, одним из которых было Святое Святых, где располагался Ковчег Завета. Он в точности повторяет план церкви Розалин. И если наложить одно на другое, то получится, что они точно совпадают с границами подземных хранилищ под церковью Розалин, которые нам известны. Это было просто невероятно. Синклер провел датировку свитка. Она указывала на 15-е столетие. Именно тогда и была построена церковь. Грааль был почти у него в руках. Конец третьей части. Настоящий код да Винчи. Часть четвертая. Это был момент истины для церкви Розалин. Я смог организовать рабочих, чтобы раскопать подвалы. Но мы так и не достигли их. Мы уже достали эндоскоп, чтобы заглянуть в хранилище, в котором на самом деле мог быть Грааль. Когда мы поместили его вовнутрь хранилища, то увидели лишь булыжники, наполнявшие его. Когда я подумал, что, возможно, эти тайны, и сам Грааль, так и должны остаться сокрытыми. Так что, похоже, мне не удастся его найти. Но даже если я получу разрешение на раскопки, то какова вероятность того, что я что-то найду? Человеком, который, скорее всего, сможет не ответить, является Роберт Купер. Это историк, который провел особые исследования Розалинского Грааля. Есть ли связь между тамплиерами и церковью Розалин? Насколько мне известно, нет. По мнению некоторых авторов, они прибыли сюда в 1307 году, непосредственно перед массовыми арестами во Франции. Между этим моментом и строительством церкви прошло 140 лет. А даже такие таинственные люди, как рыцари и тамплиеры, вряд ли могут жить так долго. Я не уверен, что мы можем не принимать во внимание церковь Розалин, особенно в свете находки настенного свитка. Это средневековый документ, датированный надлежащим образом. На нем изображена и карта расположения крестоносцев вокруг церкви, и план храма, который подозрительно похож на план Розалин. Выглядит убедительно. Убеждение в том, что это средневековый документ, основан на радиоуглеродной датировке документа. Но, как вы знаете, она может быть весьма неточной. Погрешность метода может составлять семь сотен лет, как в ту, так и в другую сторону. Люди всегда говорят так, когда хотят оспорить датировку. Да, действительно, есть и другие свойства этого документа, относящие его к более позднему периоду. Например, вот здесь изображен геральдический символ Великой Ложи Англии. А что это такое? Это фактический герб. И мы знаем, что он был нарисован в 1751 году, никак не раньше. Поэтому весь документ вполне мог быть создан лишь после того, как появился этот знак. Так что его можно датировать с середины 18-го столетия, самое раннее. Например, утверждается, что это план храма царя Соломона. Но фактически это не что иное, как молельня в пустыне, окруженной шатрами 12 колен израилевых. Так вы не думаете, что священный грааль похоронен церковью Розалин? Нет. Я считаю, что это можно утверждать с большой долей уверенности, потому что эта церковь всегда была очень людным местом. Вскоре после начала строительства церкви люди начали стремиться к тому, чтобы быть там погребенными. Мы точно знаем, что там похоронены 9 поколений семей Синклер, некоторые из их жен и детей. Я не могу поверить, что все эти сотни людей, появлявшиеся и исчезавшие в семейных усыпальницах, так и не нашли ничего достойного внимания. Ну вот, ни тамплиеров, ни закодированных знаков не граали. Все это, в общем-то, вычеркивает церковь Розалин из моих поисков. Но что, если тамплиеры передали грааль кому-либо еще? Например, тайному обществу под руководством Леонардо да Винчи? Именно это утверждает бестселлер Код да Винчи. Многие люди считают, что это может быть правдой. В своей книге Дэн Браун рассказывает нам историю современных поисков Грааля, который сам по себе представляет тайный род потомка Христа, который женился на Марии Магдалине и стал отцом ее ребенка. Эту тайну церковь прятала две тысячи лет и до сих пор активно пытается уничтожить. В общем-то, так все и было бы, если бы не таинственная организация Преорациона, основанная потомками Иисуса. Они посвятили себя охране священного Грааля, который остается в их распоряжении до сегодняшнего дня. Редактор субтитров А.Семкин